Даниила 10 глава В четверг на наших собраниях, которые связаны с изучением священного писания, пастор Оскар из Голландии учил о предстоящем посте, вообще говорил о посте, вот, и он затронул некоторые стороны, и я хочу сегодня как бы продолжить то, о чем он говорил, и я хочу, конечно, больше посвятить времени не просто посту, но именно посту Даниила, потому что есть разные посты, вообще есть в Библии пост, когда люди воздерживаются от всякой пищи, пьют только воду, вот, есть вообще даже сухой пост там без пищи и воды, и мы видим, что когда Иисус был в пустыне, он не ел никакой пищи, и в Библии немало примеров есть, там, Моисей был на горе 40 дней, не ел никакой пищи, то есть когда полное воздержание от всякой пищи, вот, и, конечно, такой пост, он длится обычно, там, ну, несколько дней, там, один день может быть, может быть, несколько дней, вот, а пост Даниила в наших, в евангельских, в протестантских церквах не так, может быть, часто практикуется, поэтому я хотел бы именно этому посту уделить внимание вообще, что, зачем, для чего, потому что я вижу, что, несмотря на то, что мы об этом говорим, есть много, может быть, каких-то непониманий там, и кто-то говорит, так не понял до конца, что же можно есть, что же, как бы, нельзя есть. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы все-таки выяснили для себя, что же можно во время поста Даниила, что же нельзя. И вот, смотрите, десятая глава книги Даниила, первый стих. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Балтасара, и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. И вот второй стих. В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седьмидцы дней. Три седьмидцы дней, то есть три недели, двадцать один день Даниил находился в сетовании. Старинное слово, которое означает, как бы, печалиться, переживать, грустить. То есть он был вот в таком состоянии печали, тоски, но не потому, что вот что-то тоскует душа моя, никто меня не любит. Тут было несколько иное, иное состояние печали. Потому что, помните, апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что есть разная печаль. Есть печаль по Господу, а есть какая печаль еще? А? Какая? Мирская печаль, да, мирская печаль. Есть люди такие печальные, тоскливые, там никто меня не любит, там мне так плохо, мне так тяжело, вот такое самооплакивание. Ничего хорошего апостол Павел говорит, такая печаль не производит. Вот я такой бедный, я такой несчастный, ну и умрешь бедным, и умрешь несчастным, никому тебя не жалко. Есть же другая печаль по Господу. И когда у тебя вроде бы есть все, и как бы все нормально, и говоришь, ну что ж ты печалишь, что с деньгами проблемы, да нет, все нормально у меня. Что-то может в семье сложности, да нет, все хорошо. А что же печалит сердце твое? Вот это внутренняя печаль по Богу, когда ты ощущаешь, что в твоей жизни должно что-то открыться, ты это чувствуешь. Вот такое есть некое смутное предчувствие, что-то должно совершиться, что-то должно прийти. Может быть ты даже сам до конца не понимаешь, что, но вот как бы настоящее тебя не приносит полного удовлетворения. Что бы ты ни делал, ты можешь заниматься бизнесом, и вроде бы все хорошо, можешь там делать какие-то дела и достигать успеха, но внутри есть ощущение, это не совсем то, должно что-то прийти большее. Что-то как будто Господь приготовил, и ты желаешь, чтобы это пришло, и время идет, а не совершается это. Вот это внутренняя тоска, тоска духовная, тоска по Богу. Когда ты ходишь на собрание, слушаешь проповеди о познании Бога, и ты хочешь этого всем сердцем, не просто слушать, а переживать в своей жизни, но ты не достигаешь того, что желаешь. Когда должно что-то совершиться, но это не совершается. И вот это некая внутренняя печаль, когда вроде бы при твоем личном благополучии, тем не менее есть внутренняя жажда и ожидание чего-то большего, чего-то духовного. И вот такое сетывание, такое печалывание, как говорили у нас на Руси, вот такое печалывание было у Даниила. И вот смотрите, третий стих. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней». И вот три вещи, которые мы не вкушаем во время поста Даниила, да? Не нужно там вот как бы, некоторые чуть ли не просят список продуктов, которые можно, список продуктов, которые нельзя. Вы принцип поймите, принцип, не цель поста, как бы чего там запрещенного не съесть, там вот как бы сохранить себя, ну не съешь-то там что-то. Ну вы поймите, это же не диета просто. Хотя, конечно, есть некий бонус в посте такой диетический, но это далеко не главная цель поста. Что же нельзя? Вот три вещи. Первое, смотрите, вкусный, вкусный хлеб. То есть всякие пирожки, батоны белой муки, торты, пирожные, шанишки, пирожки с капустой, пирожки с мясом, пирожки-беляши разные. Что еще? Шаньки, да? Кулебяки, вот это вот, все вот такое. То, от чего ты вот так сидишь, ты думаешь, ой-ой-ой. Их же думаешь, когда же собрание кончится, обед начнется. И вот, знаете, само вкусный, они говорят, пастор, что такое вкусный хлеб? Вот вкусный хлеб. Я вот как бы ем пирожок как-то так, нормально, ничего не... Вкусный, вот здесь, в греческом языке, вот вкусный, значит, желание, влечение, страсть, вожделение. Вот всегда есть какие-то вещи, которые ты... Вот я вот так вот люблю, там, как вот, какие-то вот мне нравятся, там, как вот у молодежи, она сейчас любит вот эти модные-то сладости всякие, макаруны или... Вот, макаруны, вот-вот макаруны там люблю, там, зелененькие, оранжевенькие. Вот это нельзя во время поста. Нельзя, вот то, что ты так любишь, хочешь, ты скажешь, а я не люблю, но все равно нельзя. Все равно нельзя. Вот эти все... То есть можно есть хлеб, ну, есть же разный хлеб, да, не то, что вообще никакой хлеб нельзя. Вот, можешь есть вот, есть там, особенно там, какого-то грубого помола, то, что мы называли раньше серое, сейчас всякий есть хлеб простой. Вот, конечно, можно, но вот всякие кулинарные изыски, связанные с мукой, с мучными делами, вот, его нельзя. Вот все, что вот этот дьявол изобрел, нельзя это делать. Дьявол уже делает все, что он делает это все вкусным. То есть цель дьявола сделать грех привлекательным, чтобы ты ел и тебе еще хотел. В том же, обожжал, всю кастрюлю слупил с пирожками, со своими. Вот, я вчера домой приехал вечером, там у нас все в пирожках, вот прямо в пирожках. Я сижу, держусь, понимаете, держусь. И выдержал, и ты сможешь, понимаешь? Скажи ближнему, и ты сможешь, пастор смог, и ты сможешь. Сможешь прожить без пирожка. Зато представляешь, какая радость на Пасху будет? Почему на Пасху куличики всякие пекли, да, у нас на Руси? Вот, чтобы ты накинулся потом, да? И... Нет, не накинулся, не накинулся. Второе, это мясо, да? Всякие мясные, ну, это понятно. А там некоторые, курица, не мясо? Вот. То есть обычно во время поста не едят мясное, не едят молочные, молочные какие-то вещи, да? Вот, молоко. Я вам скажу честно, что некоторые думают, а как вот без молока там? Я некоторое время назад научился делать овсяное молоко. Мне так нравится. Я сейчас вообще постараюсь. Я овсяное молоко и в кофе бывает добавляю, и все. Хороший такой продукт, потому что от обычного молока там и пуча там, и все так и не происходит, да? Как говорят, молоко, оно полезно только телятам до года, понимаешь? Если ты не теленок, и тебе больше года, зачем тебе это молоко? Можно делать другое, есть вот овсяное молоко. И третье, вино, то есть никакого алкоголя. Вот. Я понимаю, что для большинства из нас это может быть уже не актуально, потому что я не употребляю алкоголь вообще уже много-много-много-много лет. Вот. Но если ты скажешь, пастор, я тоже там не пью никогда, там иногда. Вот во время поста Даниила это нельзя. Вот три вещи, от которых мы должны воздерживаться. То есть получаются разные овощи, фрукты, крупы, каши, там, геркулесы, цельное, давленое зерно. У нас кто-то написал там, вот цельное зерно, но это цельное, не цельное зерно. Ну где тут написано про цельное зерно? Или не про не цельное зерно? Ну где вы это читаете в Библии? Цельное, оно просто полезней. Но сейчас, к сожалению, на полезные продукты сейчас довольно большие цены делают в магазинах, я понимаю. Поэтому если вы, ну, любое зерно можете покупать. Это любые, там, каши какие-то, крупы, хлеб невкусный. Что еще? Бобовые всякие, чечевицу. Только перворосово, только не продай за нее свое. И есть некоторые моменты, некоторые говорят, пастор, а вот там, а вот есть некие, вот, там, каким-то мелочам придерутся, там, вот, орехи дорого, там, это дорого, это вот дорого, вот, а кто-то говорит мне, без молочного не могу. Ну, употребляй молочное. Ну, тут не цель же в том, что, то есть, поймите, вот есть основной принцип, но каждый из нас может в этом принципе, как бы, ну, для себя, вот, кому-то нельзя не употреблять, нельзя без молочного, там, может, для желудка, там, что-то там, какие-то с пищеварением связано. Ну, возьми себе молочное кушать, не вопрос, там, кто-то говорит, вот, мне там надо рыбу кушать, кушайте рыбу, тоже, опять-таки, опять-таки, не вопрос, здесь не цель поста, есть только какие-то санкционные продукты, или несанкционные продукты, не знаю, скоромное не есть, а постное только, это не цель поста, это лишь некое ограничение, вот, просто принцип поймите, вот, мясные вещи, вот эти всякие, вкусняшечки, хлебные, ну, и алкоголь, но это не для нашей церкви, мы в этом, в посте должны находиться, почему, потому что я считаю, что для нашей страны, это, это хороший пост на всю жизнь, потому что мясо тоже вроде бы можно, но помните, апостол Павел говорит, чтобы не соблазнять брата моего, да, не буду есть мясо вовек, поэтому точно так же и мы, чтобы не соблазнять граждан России, не буду пить алкоголь, я, я для себя такое решил, вот, поэтому вот это главное для меня, вот это вот первые два, две вещи, но, помимо этого, вы же понимаете, вот само сетование, в котором находился Даниил, это не просто диета, это некий образ жизни, когда ты на определенное время принимаешь решение ограничить себя, вот, от всего такого вкусненького, сладенького, приятненького, то, что ты хочешь, вот это вожделенное, или вот это, то, что, к чему у тебя страсть есть, вот, какой-то еде, вот, вроде бы, может быть, там кто-нибудь там любит мороженое, да, вот, есть, конечно, такие моменты, некоторые говорят, а как кофе, а как чай, вот, просто советую, что, поскольку эти продукты, там, с кофеином, ну, как-то их либо ограничивать, либо, может быть, на время поста совсем отказаться, но они, на самом деле, не входят ни в какие запреты, то есть, вы можете пить кофе, но, как вот я, с овсяным молоком только, кто скажет, что такое за овсяным молоком, подходите после собрания, я вам расскажу, за тысячу рублей рецепт, шучу, никому ничего не расскажу, вот, тут еще важный момент, важный момент есть, поскольку, безусловно, мы не можем брать одно местописание, и выдергивать его из контекста, разные места описания о посте, они, как бы, дополняют друг друга, и, конечно же, для нас, во многом, ключ к Ветхому Завету, это Новый Завет, и поэтому, я понимаю, у некоторых такой, может быть, вопрос встает, пастор, а как быть, вот, с мастями, то есть, как бы, ни одеколон, ни дезодорант, ни, там, что еще может быть такое? Духи, ароматы, всевозможные, вот, тут, я думаю, имеет смысл нам обратиться к шестой главе Евангелия от Матфея, почему, например, я не включаю в пост Даниил вот эти слова мастями, ну, там, Даниил, если понятно, там, кто-то решил поститься, поехать в лес, сесть там где-нибудь в избушке или на дачу у себя где-нибудь, там, в 100 километрах Екатеринбурга и поститься, ну, там, понятно, как у Даниила, нечего там одеколон тратить, правильно же, да? Но если ты живешь в обществе, надо мыться, надо пользоваться дезодорантами, почему, скажешь, пастор, как это так, ты против Данииловых слов, нет, я не против, я просто хочу вам показать, смотрите, Евангелие от Матфея, шестая глава, шестнадцатый стих, здесь Иисус говорит, так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, то есть, внутреннее сетование, это не то же самое, что унылость, когда некоторые люди там такое лицо из себя сделают, духовное, ну, как ты думаешь, оно смешное на самом деле, но тебе кажется духовным, да? И вот ты сделаешь такое себе унылое лицо, так вот, он говорит, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, вот, начитались с Даниилой, ходят такие, все этого не все, постящиеся, да не в этом суть, вы неправильно Даниила поняли, говорит ему Иисус, чтобы показаться людям постящимися, и истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, то есть, всякие твои духовные упражнения, долгие молитвы, посты, которыми ты хочешь впечатлить других людей, бессмысленны и бесполезны, Иисус подчеркивает, что мы постимся не перед людьми, и не только, чтобы там, ты сам, как некоторые думают, ну, там, всем сказал, что ты в посте, а там потихоньку таскаешь курочку, там, смотришь, там, одел маску и в Киевсе, поехал сразу же, да, в Макдональдсе сидишь, кушаешь пирожки сладкие, вот, ты не для людей это делаешь, ты делаешь это пред Богом, вот в чем суть, говорит Иисус, да, вот, и он говорит, а ты когда постишься, помашь голову твою, умолиться в твоем, то есть нормально, умывайся, пользуйся дезодорантами, если ты не где-нибудь в деревне на краю России живешь, а в обществе, это нормально, поэтому мы ничего не говорим ни про какие масти, это проблема Даниила, чтобы явиться постящимися не перед людьми, вот Иисус что подчеркивает, да, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой видящий тайны воздаст тебе явно, то есть посмотрите, чтобы не было перегиба, чтобы наш пост не стал чисто внешним, вот хожу такой грустный, что такое, брат, да всетывание я, понимаешь, вот, и что ж так исхудал, да как же не исхудать-то, если я уж прямо уже 19 дней как пощусь, Иисус говорит, используй все вещи, то есть будь радостный, то есть внутреннее сетывание, это не значит печальное лицо, лицо может быть радостное, помашь голову, то есть мойся, выгляди хорошо, потому что мы постимся не пред людьми и не для людей, но мы простим, мы постимся пред Господом, иначе пост теряет всякую, всякую силу, и каждую весну, поскольку у русской православной церкви пост, вот, основанный на посте Даниила, да, он длится 40 дней, да, и вот есть обсуждение постных продуктов, непостных продуктов, там вот у православных тоже есть свои какие-то списки, там рыбы можно, там мясо нельзя, курицу нельзя, там, вот, и некий говорит, вот как быть так, это все толкование людей, все толкование, принцип этот я вам показываю, какой принцип, на чем это все основано, вот те места из Библии, которые являются ключевыми, и вот давайте вернемся в книгу Даниила, 10 главу, где мы вот прочитали с вами первые три стиха, да, вот третий стих еще раз повторю, да, вкусного хлеба я не ел, мясо, третье вино не входило в уста мои, и вот четвертый стих, а в 24 день первого месяца был я на берегу, на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои, тоже, я говорю, важно понять принцип, некоторые люди думают, что надо все копировать, вот списки мне там, вот там, где же нам Тигр найти, поеду на реку и сяду на берегу, там сидеть буду себе, не надо этого делать, и поднял глаза мои, и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и вот началось сведение, я сегодня не буду, не цель сегодняшнего собрания, сегодняшней проповеди, разобрать видение Даниила, это совсем другая тема, я вам хочу показать принцип, и вот Даниил это пережил, и посмотрите, 7 стих, и только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться, и вот тут посмотрите, Даниил был не один, там были разные люди, Бог показал откровение, но из всех только один Даниил мог его принять, почему? Был готов к этому, то есть смотрите, цель поста это некая внутренняя подготовка, то есть пост это не самоцель, это не диета, сбросить там энное количество килограммчиков, пост это некая внутренняя подготовка, когда ты грубо говоря умоляешь сам себя, вот умоляешь сам себя, и это умоление не просто физическое, вот так уже умолил себя на 5 килограммов, пора выходить из поста, это некий как бы внешний знак внутреннего состояния, когда мы уже не торчим в интернете, на всяких развлекательных фильмах, там всякие комедии не ходим, в кинотеатры не ходим, мы посвящаем время некому внутреннему духовному углублению, и для этого должно быть умоление не чисто внешне, не чисто там благодаря каким-то голоданиям, ограничениям в пище, это внутреннее умоление, когда ты умоляешь свое эго, то о чем мы говорили в прошлое воскресенье с вами, когда эго твое умоляется, почему? Да потому что опасно искать Бога, сохраняя свой эгоизм, к сожалению, очень много людей в христианстве, в церкви ищут Господа и всяких духовных переживаний, чтобы некого возвыситься, вот он какой, он у нас постник, он у нас прямо анахалет настоящий, смотришь, все время молится, даже в церковь идет, и что-то там, вместо того, чтобы там улыбаться здоровью, он все в духе, он движется постоянно, неизвестно откуда приходит, куда уходит, пообещал, не сделал, почему дух повел в другое место его, это совсем не пост, это странности, я говорю, вот такой пост, такие духовные упражнения могут доводить человека до сумасшествия, может страх прийти, ужас прийти, как вот к этим людям пришел, вот присутствие Божье пришло, но Даниил мог это принять, а они нет, не могли, почему были не готовы, то есть пост это не голодание лишь, это некое внутреннее состояние, если у тебя нет этого состояния, да не постись ты совсем, возьми лучше там Аткинса или еще чего-то и занимайся вот этими упражнениями, издевайся над своим телом, пост это духовное настрой, духовная подготовка, изо дня в день, изо дня в день, и бывает так, вот у меня, знаете, вот находишься в посте, не значит, что у тебя во время поста должно быть вот чики-чики, нет, почему пост не один день, не два дня, не три, 21 день, потому что есть вещи, в которые мы как бы входим, и у меня нередко бывает, когда я начинаю какой-то долгий пост, вот, трудно вот моментально перестроиться с одного образа жизни на другой, вчера ты там веселился, мясо ел, там, все смотрел, что хочешь, киношки, комедии, а сегодня все, постишься, это все равно некий плавный переход, плавный переход, когда вот бывает, я вот начинаю поститься, и тут, раз, ой, ты видел там ролик, я это не видел, раз, включил, и там какой-нибудь ролик смешной, я посмеюсь, думаю, ой, у меня же пост, но это не то, что, ну, теперь все, пост испортился, ролик посмотрел, жена, ставь курицу в духовку, нет, ты понимаешь, есть курицу там, или посмотреть какой-нибудь там смешной ролик, он не грех, но мы перестали, потому что, все, 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 буду внимательней, и уже там, ты как бы изо дня в день, изо дня в день, и постепенно входишь в некое состояние, когда ты ограничишь себя от этого всякого, увеселения, всякой там мирской информации, и прочее, прочее, от вкусной пищи, чтобы сосредоточиться на чем-то внутреннем, сосредоточиться на духовном, вот она цель поста, понимаете, а не выяснить список продуктов, не выяснить, чего можно, чего нельзя, ну, продержишься ты 21 день, отказавшись от всего нельзя, но если внутри есть вот это эго, плоть, то ты ничего не переживешь, я такой скажу, а какой смысл, что до поста, что сейчас, я разницы не вижу, и в следующий раз такие уже просто не постятся, они не видят разницы, ну, не потому что пост бесполезен, потому что ты не понял сути, ты лишь соблюдаешь внешние какие-то каноны, о чем и говорит Иисус, он говорит, ребят, ну, вы что думаете, что вот Даниил был в сетовании, и вы ходите с мрачными лицами, вы прямо близнецы Даниила, что ли? Нет, вы сути не поняли, что было в сердце, вот это внутреннее состояние, поэтому, говорит, бросайте, помашь голову, не изображай из себя духовного человека, не пытайся на людей произвести впечатление, ты же перед ним, и Бог, видящий тайно, воздаст тебе явно, благословит тебя, но это твое, я бы так сказал, некое интимное состояние твоего сердца и сердца твоего Господа Иисуса Христа, когда твой Дух открывается перед Духом Святым, ты скажешь, пастор, ну, не должны мы жить так всегда, в чем-то, может быть, ты и прав, но мы, к сожалению, не живем так всегда, не живем, есть дела, есть суета, есть какие-то, много чего есть, и поэтому мы уделяем особое время, когда мы посвящаем углубленному поиску Господа, это у нас происходит во время наших выездов загородных, молитвы тишины, это происходит, когда мы берем посты вместе, вот это углубленное, углубленное состояние, поэтому, если там кто-то скажет, а вот я вот все-таки вот не могу, а я буду там это, ну, кушайте это, главное внутри, чтобы было, внутри, а не лишь внешнее, соблюдение всех внешних правил и всех внешних приличий, такой пост ничего не дает, даже не называй его постом, называй просто там голоданием или диетой какой-то определенной, у меня вот христианская постная диета, хорошо, ничего в этом нет плохого, но постом это назвать нельзя, нельзя, вот поэтому, если вы сохраняете свой эгоизм, сохраняете какие-то свои амбиции или желание там что-то на кого-то произвести впечатление или еще что-то, то вы ничего не получите, эти люди все, они разбежались, почему были не готовы, Бог пришел, они были не готовы, а Данил именно через пост, через это сетывание три седмицы, он готовился, готовился, готовился прежде всего внутренне, готовился в сердце, поэтому вы должны осознать вот внутреннюю нужду, если ее нету внутренней нужды, не надо поститься, так что ну как церковь поститься, за компанию тоже не надо, у нас на домашней группе все решили поститься, я вот не хочу, чтобы как-то не показаться белой вороной, не надо, не надо, и я хочу сказать всем, кто принял сегодня решение поститься, не смотрите свысока, я в посте, вот, а вот этот не поститься, ох, грешник, раб греха, не дитя царя, как пел Олег, вот, нет, не надо, не надо осуждать, потому что, ну, разные периоды в жизни у людей есть, кто-то не чувствует потребности, не надо поститься за компанию, иначе это выхолощивание духовной жизни, я вам скажу, лучше вообще не поститься, чем лицемерно поститься, чем поститься лишь внешне, это так Иисус говорил, что если бы ты был холоден или горяч, но ты ни то, ни сё, тёплый, самое ужасное состояние, даже не холод, конечно, лучше быть горячим, но если уж не хочешь сейчас, вот именно углубиться в это, тогда просто будь без поста, но не лицемерь, потому что, вы знаете, когда лицемерно постишься, потом уже трудно по-настоящему поститься, трудно. И вот люди разбежались, скрылись. Восьмой стих. И остался, пишет Даниил, я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Но он сказал мне, то есть, послушайте, каждый раз, когда Божье присутствие приходит, оно, бывает, может нас даже иногда напугать. Нередко Бог являет себя не так, как мы ожидали. Но разница в том, что неготовые выдержать этого не могли. Даниилу было трудно, но он там остался. И вот явился человек, муж, облеченный в льняную одежду, да? И сказал мне, 12 стих. Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, вот это смирение, да? Когда ты смиряешься пред Богом, умоляешься, не пытаешься свое эго обличить в духовную силу Божью, а умоляешься, чтобы, как пишет Павел, уже не ты жил, а жил в тебе Христос. Слова твои, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом, слова твои услышаны с первого дня. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из пяти князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Откровение, полученное Даниила, гласило, Бог слышит тебя с первой же секунды твоей молитвы, но ответ пришел только через 21 день. Некоторые верующие думают, наверное, Богу как-то трудновато. Нет ничего трудного для Господа. Нет ничего тяжелого и нет ничего невозможного для Господа. Более того, это не перечеркивает принцип благодати. То, что мы получаем от Бога, мы не заслуживаем, мы не как бы вымаливаем у Него. Не то, что Господь хочет, чтобы вообще, что ли, умер от голода. Уже и так истощал, когда же твой ответ придет. Мы не вымаливаем этого Бога. И более того, эти 21 день не для Бога нужны, они нужны для нас, чтобы привести нас в должное состояние. Потому что, вы знаете, я обратил внимание, есть такой принцип, что то, что мы получаем просто так, как мы говорим, на халяву, мы это не ценим. Мы ценим только то, за что платим, в чем есть наш труд, наши слезы, наша боль. То, что нам дается нелегко, то мы ценим. И случайно Иисус говорил, не бросайте вашего жемчуга перед свиньями. То есть не делись драгоценностями с теми, кто не ценит это. И Бог это не делает. Скажешь, а неужели он не мог дать всем эти откровения? Да неважно, постишься или не постишься. Может. Но он понимает, такое откровение толку и пользы не принесет. Легко получил? Легко забыл. То, что мы легко получаем, мы не ценим. Но когда ты понимаешь, это время подготовки, время это печалывание, сетывание пред Господом. Ты готовишь себя, сердце свое, настраиваешь себя на важность, на ценность встречи с Богом. Это не просто, ах, неважно для меня это. Ну, будет, не будет. Вот когда ты настраиваешь себя, это самое важное. И важнее ничего быть не может. И поэтому во время поста вот это важно не потерять. Суть поста. С этого важно начинать каждый наш день, каждое наше утро поста. Есть у нас, поскольку у нас не просто личный пост, а у нас общий церковный пост, то мы можем определить цели поста в двух направлениях. Первое – это церковные цели. Мы постимся. Вот 21 день. Это, конечно, и молодежная конференция, которая у нас будет с вами на следующей неделе, с четверга по воскресенье. Мы постимся, чтобы это не просто было хорошее время, куда приедет молодежь, как обычно, каждый год приезжает с разных городов, городков, деревень, поселков, центральной части России, Свердловской области, Урала. Нет, не только для этого. Мы хотим, чтобы молодые люди могли там что-то пережить. Пережить свыше, пережить от Господа. Чтобы это не просто было мероприятие ради мероприятия, а это было служение. Поэтому давайте будем поститься за молодежь, за нашу молодежь, за молодежь, которая приедет на конференцию. Ну и, конечно же, поскольку этот пост у нас предпасхальный пост, мы молимся за Пасху. Потому что на Пасху мы, как правило, делаем, у нас будут и концерты, у нас будут с вами, в этот раз не концерт, спектакль будет, у нас страстная неделя, когда собрание каждый день будет, у нас будет и в пятницу тоже спектакль, да, или? Нет, только в воскресенье будет, да? То есть у нас будут собрания особенные здесь. И давайте будем поститься, чтобы Бог благословил, чтобы как можно больше людей, которые, как правило, во время Пасхи чувствуют, вот у нас все люди чувствуют как-то желание как-то приобщиться к чему-то христианскому. Вот чтобы они приезжали сюда и уже приобщились. Не только к куличам, к Иисусу приобщились. Будем поститься, чтобы Бог мог коснуться людей, и они осознали нужду, жажду в Боге, во Христе Иисусе. Вот о чем мы, мы не постимся, а вот у нас, чтобы концерт прошел хорошо, всем понравилось, или там спектакль прошел удачно. Но не для этого мы постимся, мы постимся, чтобы Бог мог использовать это для своей славы, правда же? Вот для чего мы постимся. Это церковные цели. Но есть еще и личные цели. Личная цель – это принять от Бога то, что Он лично тебе приготовил. Это познание Его, близость с Ним, углубление вот в понимание Иисуса, в познание Иисуса Христа. Вот драгоценное, что чрезвычайно важно. Это вот как апостол Павел говорил, помните, про Галатов, говорит, «Вас, у которых предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, как будто пред глазами». То есть, чтобы вот Иисус стал для нас не просто какой-то исторической личностью. Давайте вспомним, братья и сестры, делаблы. Как будто это вот сейчас, здесь. Почему мне очень нравится картина Сальвадора Дали, Христос, святого Иоанна Креста? Потому что вот изображение Сальвадора Дали словно Христос, хотя, конечно, это не каноническая картина там по канонам некоторых церквей, но вот Иисус изображен там словно вне времени и вне географии. Там изображены совсем не картины Иерусалима, Израиля, нет, это вне географии там все и вне времени. Как бы вот пред нашими глазами. То есть, это некое переживание личной встречи со Христом. Вот какая цель. Переживание близости с Ним. Глубинная тоска в сердце к Господе. Я хочу тебя знать. Некоторые люди не понимают этого. Они думают, что призвание христиан сидеть и изучать. А что там Даниил, давайте вот разберем про этих всех великанов. Я понимаю, да, мы изучаем Библию, да, мы изучаем видение Даниила, но какой толк изучать эти все видения Даниила, если ты лично не пережил встречу с Богом, с которым Даниил встречался. Зачем это все? Мы же не просто хотим изучать о Боге, мы Его хотим познавать, правда же, драгоценные? Вот это личная цель поста. Не теологические познания всевозможные. Я не против этого. У нас есть библейская школа, там курсы разные по изучению Библии, альфа-курсы. Слава Богу, но мы хотим знать вот автора Библии, мы хотим знать царя царей и Господа господствующих, лично знать, а не через кого-то, там, Даниила, Павла, пастора нашего, есть один посредник, это Иисус Христос. Через Иисуса Христа благодаря Его драгоценной крови мы можем идти во Святое Святых Небес. И вот во время поста, поскольку вообще познание Бога это должно быть вообще нашей целью, но во время поста мы как бы углубляем себя в это. Углубляем себя в это. Как в жизни есть, когда к нам приходят там, мы встречаемся с людьми, но есть же времена, когда мы особо готовимся, какие-то праздники устраиваем, дни рождения, да? Это не то, что теперь ты в другие дни никого не пускаешь, кроме членов своей семьи к себе домой, но есть особое время, которое ты уделяешь для гостей, для праздника. Вот точно так же и здесь. Да, мы жаждем познавать Бога каждый день, но мы уделяем особые такие времена, чтобы искать это углубленно. И это и называется постом. Поэтому мы должны всегда молиться, непрестанно молиться, но иногда мы берем время молитвы и поста. То есть мы не просто ничего не едим там или не смотрим, мы в это время молимся. Молимся. Вечером, когда ты, может быть, привык, сидя с родными, близкими, смотреть какой-нибудь фильм, ты просто уходишь в свою комнату и молишься Господу вот эти час-полтора. ищешь его лица, уделяешь время молитве. Вот драгоценное, что такое пост? Что такое пост? Чтобы Христос открылся в нас. Вот это и есть Пасха, не куличи, не крашеные яйца. Пасха ваша. Павел говорит, что? Христос. Не Христос на картинах, не Христос в символах, не Христос в названии церквей. Христос в нас. В нас. Чтобы Он в нас открывался. И я вам драгоценно скажу, что вот именно это важно, именно это и ценно. Христос в нас. И я все больше и больше убеждаюсь, что людям окружающего нас мира именно это и надо. Христос в нас. мир устал уже от людей, которые несут доктрины. Мусульманские, буддийские, христианские доктрины. Но они послушат ради интереса. И все. А когда Христос тебе, когда люди могут пережить вообще не с тобой Божье присутствие, это совсем другое. Знаете, так получилось, что на прошлой неделе у меня было очень такое интересное время, я на прошлой неделе побывал от трущоб Индии до скажем вам дворцов миллиардов, не миллионеров, миллиардеров Арабских Эмиратов. За одну неделю я там оказался и общался с разными людьми. И я увидел еще раз и беднякам в Индии, и миллиардерам там в Арабских Эмиратах их Бог интересует. Вот реальный Бог. Мы сидели с там за мной одного миллионера в Дубаях общались, она говорит, Виктор, я не могу понять тебя, я вот общаюсь с тобой, она говорит, ты же можешь стать известным каким-то психологом, да люди будут большие деньги платить за консультации, говорит, я вот сижу, говорит, тут, почему ты стал священником, она мне говорит, почему ты стал священником, ее муж говорит, Виктор говорит, мне интересно с тобой общаться, говорит, расскажи мне про Бога, он говорит, я знаю христианские доктрины, он мне говорит, я их изучал в свое время, там где-то в Оксфорде или еще, ну где-то на Западе, я изучал, ты мне расскажи о Боге, ты с Ним встречался, ты переживал его, расскажи мне про это, и вот знаешь, эти люди, они там случайно, у них там были какие-то мероприятия, они все мероприятия отменили, пригласили на свой, если так можно называть, дом, вот, и мы сидели и просто общались, их интересует Бог, их интересует Господь, не доктрины, теологические, что-то там изучил, наслушался, понял, не понял, рассказал, а вот про Бога расскажи, про Бога. Я помню, как-то пригласили меня проповедовать на одной миссионерской конференции, я сказал одну проповедь, сразу почувствовал, что она не совсем понравилась организаторам конференции миссионерской, ну, это не мои проблемы, я сказал то, что должен был им сказать, а сказал я им на основании одного местописания, которое очень часто используют именно на миссионерских конференциях, и вот смотрите, это местописание, Деяние, первая глава, четвертый стих, когда Иисус собрав, повелел, учеников своих собрав, повелел, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, а не от сего ли время, Господи, восстановишь ты Царство Израиля? Вот нас все время интересуют, а вот давай-ка нам пророчества какие-то, вот нам что-то может показано будет, что будет с Россией или когда Иисус вернемся. Вот у нас все какие-то знаете, ты скажешь, пастор, ну это же как-то от Бога, да все равно это что-то касается внешнего. Я тебе про суть говорю, да, может какие-то вещи о будущем показать, но не надо для этого поститься, нужно поститься, чтобы с ним встретиться, потому что когда ты с ним встречаешься, тебе уже многие вещи не так важны, как раньше были. Вот у них тоже, когда там все, Иисус им говорит, да не ваше время знать времена и сроки, иначе неинтересно жить будет, да? Как один человек мне на прошлой неделе говорит, а я знаю сколько ты проживешь, я говорю, знаешь и знаю, мне это неинтересно. Всякие в Индии встречаются. Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. И вот я на этой конференции миссионерской и сказал, вы знаете, вы будете не миссионерами, Иисус сказал, когда Дух на вас сойдет, и даже не проповедниками, и даже не пасторами, а вы будете свидетелями. Для свидетеля не обязательно быть пастором церкви, для него не обязательно быть харизматичным оратором, он должен лично присутствовать при каком-то событии, о котором он свидетельствует. Правильно же? Помните, как-то на одном из собраний я показывал отрывок из старого советского фильма «Берегись автомобиля», когда там пытались машину угнать, и пришло Олег Ефремов играл милиционера, и говорит, кто свидетель? Я свидетель, а что случилось? И вот так некоторые христиане «Я свидетель, а что случилось?» Как бы мы все хотим быть вот на виду, только вот бы знать, что случилось. Не были. Если мы говорим, что когда Дух Святой сойдет на нас, мы будем свидетелями какими? Его. Его. То есть тот человек, который был его свидетелем, то есть переживал единение с ним, общение с ним. Ты можешь быть невеликим оратором, ты можешь не быть какой-то харизматической личностью. Мы почему-то часто вот именно проповедников такими себе видим, а проповедник, он может быть совершенно простым человеком, и мы даже видим, что апостол Павел не был великим оратором, из-за чего по неким обрывкам из Нового Завета мы понимаем, там в первом веке даже как-то им пренебрегали, говорили, да какой-то он, знаете, и щупленький, и речь его незначительная. Я не думаю, что он сильно походил на многие образы в церковном искусстве апостол Павел. Он был каким-то ну, поскольку люди встречают по одежке, то вот как-то его не совсем хорошо может быть встречали. И речь незначительная. Типа пишет-то он нормально, хотя даже и пишет, как Петр говорит апостол, что-то неудобо вразумительное. И писака он неважный, а проповедника того хуже. В чем его ценность? Почему личность апостола Павла оказывала и продолжает оказывать, наверное, самое великое влияние на церковь? Не считая влияния Христа, естественно. Да потому что этот человек был свидетелем. Он переживал личное единение со Христом, общение со Христом. И там, где другие разбегались, ничего не видели, он видел Христа. Понимаете? Видел Христа. И поэтому, когда сегодня церковь направляет каких-то миссионеров, часто людей, чьи головы заполнены доктринами, чтобы они как бы рассказывали всем, то это больше мне напоминает на какую-то, знаете, сеть, которая пытается распространиться и своих торговых представителей везде направлять. и нередко именно жизни миссионеров сломаны. Почему я у нас в церкви говорю, не путайте миссию с духовным туризмом. Когда на самом деле куда-то вот там ехать вот в деревню Свердловской области неинтересно, а вот африканцев спасать, чувствую, сердце зовет. Да ты не африканцев хочешь спасать, тебе жирафов надо посмотреть просто. Спаситель тут нашелся в Малибу. Спасать он тут всех решил у нас. Кого спасать? Или конь поехать там вот и ты сидишь. Вот это больше экзотика. Вот экзотика. Такой миссией я не собираюсь заниматься. Это знаете, такое развлечение церкви. Духовный туризм. Потому что настоящий миссионер, настоящий миссионер это свидетель. Не знаток доктрин, что правильно, что неправильно, кто идет в рай, кто в ад. Все знает он. Как будто и там, и там уже побывал, выяснил все лично. Это человек, который переживал и переживает встречаться Христом. И он это несет. И, милые мои, я еще раз убеждаю, что такие люди нужны всем. И в трущобах беднякам, и во дворцах миллиардерам. главам авиационных компаний. Вот такие нужны люди. И ты знаешь, что интересно, они смотрят на тебя с уважением, когда ты расскажешь им о Боге в своей жизни, являешь себя. Это я и называю миссией, проповедь Евангелия. Не случайно, помните, в этом завете говорится, что говорит человек, искусственный в своем деле, он не будет там перед простыми, он будет перед царями. Помните, притча, да? Кто такой христианин искусственный в своем деле? Проповедник искусственного в своем деле? Это не тот, который может там тысячу слов в минуту высказать. Искусственный, христианин искусственный в своем деле, это тот, в котором виден Христос. Который несет Христа, потому что он у вас свидетель, и он этим поделится. Я это переживаю в моей жизни, вы можете это переживать. Я могу делиться с вами опытом. И тогда вот эта книга, которую ты говоришь, она живой становится, не убивающей мертвой буквой. Причем, поймите, мертвая буква это не искусственная такая проповедь, что прям спать хочется. Мертвая буква может быть очень веселой, что ржут все прям все собрание, как сегодня весело было. Это та же самая мертвая буква, потому что это просто некое влияние на эмоции. То, как зверя назово, и то заплачешь, как дитя. Когда вот что-то вот такое, ой, как сегодня было, ой, 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 ой. Мертвая буква. Мертвая буква. Крутой проповедник это не христианский вариант там Петросяна или стендап клаб, шоу там, не знаю как. Это человек, который несет Христа в своей жизни. Слово, ставшее плотью. Когда вот ты говоришь, в этом жизнь есть, потому что ты живешь этим, а не просто знаешь об этом. Не просто знаешь об этом. Вот это и есть настоящий пост, дорогие. Давайте возьмем это время, эти 21 день перед Пасхой, чтобы в действительности углубиться в познании Христа, в переживании Его присутствия. Возьмем это время. Не нужно ждать нам нашего весеннего выезда загородного, который у нас будет в начале мая. Ты уже сегодня можешь его переживать. Сегодня переживать. Для этого мы берем пост. Если ты готов, возьми. Если ты не готов, тебе нужно подождать. Но не постись ради формы. Не постись ради того, чтобы о тебе никто ничего не сказал и не дай Бог не подумал плохого о тебе. Постись, если ты внутри чувствуешь эту жажду, голод, желание. Помните, Иисус говорил, да, когда Его обвиняли, а что твои ученики не постятся? Помните, да? Вот Иоанновы постятся, там все постятся, фарисеи вообще так постятся, что весь Израиль в курсе. А твои не постятся? Он говорит, а зачем поститься, если есть жених? Ну, зачем? Пришел на свадьбу тут жених, да? А ты постишься. Тут столы накрыли, ты в посте, не вовремя. А вот когда ты чувствуешь некую внутреннюю тоску, что ты хочешь Бога больше, чем ты, как будто бывает ощущение некой опустошенности, как Иисус. Я хочу больше тебя, я хочу глубже, мне этого не хватает. Может быть, раньше я был такому очень доволен, а сейчас мне надо больше. Словно вот этот жених, он как-то удаляется от тебя, хотя, конечно, Бог никуда не удаляется, но твое сердце бывает удаляется от него, поймите. Когда вот мы поем, вы понимаете, Олег может галепить, о, приди, приди, куда ушел, никуда он не уходил, приди, приди. Мы должны прежде всего к нему прийти, мы должны к нему приблизиться, он-то здесь находится, он ждет нас с тобой, мы должны к нему приблизиться, он готов, ему не нужно твое голодание, чтобы открыть себя тебе, тебе нужно это. Ему не нужна твоя печаль и сетование, он не то, что думает, что-то он смеется много, несерьезно, не открой себя ему, не, ему это не нужно, это тебе нужно, чтобы ты ценил это, у него, поверьте, огромное количество духовных сокровищ, но он не делится этим сокровищем с теми, кто не ценит это, а чтобы вот это ценить, больше жизни, больше мяса, больше булочки сдобной, больше батона французского, лепешки с сыром, хачапури, беляшика, что ты вот больше этого ценил. Когда тебе эти вопросы, а это можно, они отпадают у тебя, ты не углубляешь вот в этих деталях, вот как бы мне ничего такого не съесть, ну что ж ты, что ж поделать с тобой, бедный, у тебя другое, больше жизни, больше жизни, я хочу познавать его, и время перед Пасхой, это благословеннейшее время для того, чтобы мы могли встретить Пасху, не просто там с куличами и другими пасхальными блюдами, а с сиянием Христа внутри. Вот для этого мы и постимся. Поэтому, если ты хочешь, постись вместе с нами. Не готов еще, я тебе не советую, тогда не постись. Но, если решил уже, то делай это с пониманием, с осознанностью и с глубинной жажды.